Привет, ребят! Мы с вами продолжаем тему обсуждения, которая называется... Привет! Мы с вами продолжаем тему обсуждения, которая называется воображение. И сегодня, вот сейчас, мы поговорим о том, как древние философы и как современные философы видят воображение. Как они видят воображение. И я хочу вам рассказать об очень известном эксперименте, который провел Сократ. И который описан Платоном в его книге «Репаблика» в седьмом томе. Что сделал Сократ? Или, может быть, он не сделал, а, может быть, он просто фантазировал об этом. Вот. Сократ посадил или сказал, что давайте мы сделаем вот такой эксперимент. Мы посадим преступников... Вот давайте, допустим, я буду играть роль преступника, да? Мы посадим преступников лицом к стене и обездвижим их. За спиной у преступников мы разведем огонь. И между спиной преступника и огнем мы начнем проносить различные объекты. И преступник будет видеть не сами объекты, он будет видеть не людей, которые проносят объекты. Он будет видеть только отражение объектов, которые он будет видеть на стене. Только отражение объектов. Так вот, с течением времени, если мы этих преступников будем держать долго и очень долго показывать им различные объекты, их воображение начнет лимитироваться, и они в своем воображении будут видеть только те предметы, только те воображаемые вот эти вот штуки, которые они видели в виде тени на стене. Так ли это или не так, мы не знаем, и был ли этот эксперимент действительно произведен, нам неизвестно, но Сократ называл человека, отвечал человека невежественного и человека просветленного именно в этом эксперименте. И Сократ говорил, что человек невежественный, он является вот этим вот преступником, который в своем воображении создает только те образы, которые он когда-то видел через свои органы чувств. В ответ, в отличие от человека мудрого, который может фантазировать, который может апеллировать такими образами, которые он никогда не видел. И все, что нужно на самом деле человеку, это просто оглянуться, да, и понять, что все, что он видит, это просто тень, проекция чего-то большего. Джордж Беркли в 17 или 18 веке, основатель и продвиженец такой формы философии, как идеализма, он говорил, что реальность равна нашим мыслительным образом, реальность равна моему воображению, потому что наши ментальные образы не являются копией никакой другой реальности, но этой. И идеализм, он приравнивает наше воображение к нашей реальности именно потому, что мы отображаем где-то нашу реальность, и какая разница, то ли я получаю и вижу все вокруг напрямую моим мозгом, то ли я вижу и воспринимаю все через так называемый вот этот вот глаз моего ума. В ответ Самуэл Джонсон подошел и ткнул, пнул со всей силы камень и запрыгал на одной ножке и сказал, что воображение и отличается от реальности тем, что воображение никогда не может сделать человеку больно. И если я после удара по твоему воображению чувствую боль, это значит, что этот камень не является воображением, он не одно и то же, что и воображение. И в ответ Дэвид Джордж в своей книге называется «Ткань реальности», он апеллируя к Самуэлу Джонсон, он говорит, Если судить о наших вот ценностей, о ценности нашего воображариума, о ценности наших способностей создавать вот эти вот мыслительные образы в нашем воображаемом мире «Только по количеству и только по качеству и объему информации, которую я получил от моих органов чувств, то как можно объяснить тогда идею, которая приходит тебе в голову? Как можно объяснить наше такое убеждение, наше воображение, что мир имеет реально независимое существование и люди эволюционировали?» Откуда такое воображение? Вот мы с вами, интересно, чтобы вас не забалтывать, мы продолжим дальше разговор о воображении, и мы увидим, что воображение играет ключевую фундаментальную роль в памяти, в моем знании, в моих убеждениях и в понимании реальности. Но пока я могу вам сказать очень интересный факт, что, ребята, те, кто хотят похудеть, оказывается, если вы будете воображать пищу и в своем воображении ее кушать, то с течением времени количество реальной пищи, необходимой вам для еды, будет уменьшаться. Разве это не волшебство? Разве это не мистери? Пока. Оставайтесь со мной. Впереди много интересного. Мы узнаем, что сказал Альберт Эйнштейн по поводу воображения. Пока.